В этом физкультурно-оздоровительном центре детей с особенностями развития будут обучать вокалу, хореографии, плаванию. Здесь также действуют процедурные кабинеты для массажа и УЗИ. В центре планируют готовить будущих спортсменов-паралимпийцев. Мы очень надеемся, что дети с приходом в этот центр обретут здоровье, обретут развитие, будут счастливы, и их мамы. Каждый большой проект начинается с маленькой истории. В раннем возрасте дочери Рошангуль Тухтахуновой, Маляке, поставили диагноз ДЦП. Мама не просто не опустила руки. Она сделала все, чтобы дочь сначала пошла в восьмилетнем возрасте, а потом научилась плавать. Со временем Маляка стала показывать высокие результаты и теперь представляет Казахстан на международной арене. В копилке 38 медалей высшие пробы. Мама смотрела, что дети просто так дома сидят. И она хочет, чтобы они так же, как и я, встали на ноги, развивались. Во-первых, это не скучно. Им интересно будет среди коллективов. Мы увидели это здание. Сказали, что оно заброшенное, пустует. И нашли хозяева. С хозяевом поговорили. Хозяйка, когда она узнала, для чего мы хотим это здание, она аж прям расплакалась тоже. И добро дала. Открыть этот центр удалось благодаря неравнодушным людям. Помощь пришла даже из-за рубежа. Мы купили все оборудование для кухни. Микроволновку, холодильник, кухонные шкафы, стулья, столы, книжные полки. У нас есть молодые волонтеры. Четыре парня и две девушки. Они приехали из США. На прошлой неделе они помогали в подготовке к открытию. Каждого участника благотворительного проекта можно узнать в лицо. Огромная фотография украшает фойе центра. Благодаря усилиям каждого из них и воплотилась мечта многих детей. Полина Чехичина, Анастасия Валикжанина, Радик Джакупов. Итоги дня. Алматинская область.